Тем временем в другой европейской стране, в Германии, правительство одобрило сегодня законопроект о создании базы данных на неонацистов. Поводом стала скандальная история с неонацистской ячейкой из цвикаучли, на которой в течение нескольких лет безнаказанно убивали людей, в основном мигрантов. В базу данных будут включаться склонные к применению насилия правые радикалы. База будет федеральной и доступной для представителей правоохранительных органов. Подробности расскажет наш коллега, обозреватель холдинга Deutsche Welle Вячеслав Юрин. Вячеслав, добрый вечер. Слышно ли нас? Вячеслав, я слышу вас. Марина Дмитриевна, Гутентак из Бона. Процесс создания этой базы данных сопровождался в Германии некоторыми спорами, в частности, с точки зрения министра внутренних дел. Она несколько отличалась от точки зрения министра юстиции, но на самом деле речь шла не о том, нужна такая база или нет. Почти все в Германии были уверены в том, что такая база нужна, а в том, какой она должна быть, потому что сообщения о том, что в Германии на протяжении многих лет, как вы уже сказали, действовала правоэкстремистская группировка, которая убивала людей, прежде всего мигрантов из Турции и Греции, они шокировали Германию. Во многом их безнаказанность была следствием того, что правоохранительные органы на земельном уровне в Германии не передавали информацию своим коллегам из других земель, или передавали ее не своевременно, или передавали не всю. Так вот, общая федеральная база данных на неонацистов, она должна исключить возможность совершения таких катастрофических, я бы сказал, ошибок. Вячеслав, а кого и как, собственно говоря, будут вносить в эту базу? По каким признакам? Ну, вот вы уже сказали о том, что в базу данных будут включать неонацистов, которые склонны к насилию. Это, собственно говоря, есть главный признак. По предварительным данным, в базу данных попадут примерно 10 тысяч человек. Это, конечно, не все те, кто состоит в одной из 200, примерно, немецких праворадикальных организаций. Это цифра еще выше. По данным Федерального ведомства по охране Конституции, членами правоэкстремистских организаций, или правоэкстремистских партий, являются в Германии около 25 тысяч человек. Но вот из этой массы 10 тысяч они проявляют склонность к насилию. То есть когда-то по какой-то причине они привлекались, попадали в поле зрения правоохранительных органов и так далее. Вот они как раз и будут, собственно говоря, и будут включены в эту новую компьютерную базу данных. Но вот глава профсоюза полицейских заявил сегодня, что, возможно, даже этого недостаточно, что в базу данных, по его мнению, по крайней мере, следует включать и потенциальных помощников, склонных к насилию неонацистов, тех, например, кто разделяет их ксенофобские взгляды, кто поддерживает с ними тесные отношения. Потому что, если бы, например, такая база данных существовала бы несколько лет назад, пособники членов, вот как раз упомянутой неонацистской ячейки из ЦВИКАУ, они, скорее всего, просто не попали бы в эту базу данных. Но если говорить о том, что будет, то в будущем, если какой-то подозреваемый уже оказывался в поле зрения полиции или спецслужб любого уровня, это самое важное, то соответствующая информация, она станет доступной для сотрудников всех правоохранительных органов в масштабах всей страны, это самое важное. Марина Дмитриевна. А когда могут принять документы, уже известно? Ну, судя по тому, что правительство одобрило законопроект, я думаю, что речь идет уже просто о формальности, потому что в парламенте у правительства большинство, поэтому, собственно говоря, никаких проблем возникнуть не должно. В самое ближайшее время закон должен будет вступить в силу. Спасибо, Вячеслав. С нами на связи из Бонна был обозреватель медиахолдинга Deutsche Welle Вячеслав Юрин.